Истории в деталях Однажды Денис Геннадьевич Волчих со своей супругой Ольгой Решили провести вечер в любимом ресторане Супруги мирно беседовали и не подозревали о том, что в ресторане работают наши люди Обратите внимание, объект окружен камерами А в вазе с цветами находится микрофон По счастливому стечению обстоятельств В этом же ресторане ужинала одноклассница Дениса Геннадьевича Люди на работе сидят, когда им петь, и музыка, где-то будет не рождение, все, ну, все, ну, место карауги, место джельсанина Дениса Геннадьевича Ты Денис? Да Да мы в одну школе учились Юля Ну подожди-ка Простите, это жена? Я Юля Я Юля Красивая У тебя так и должно быть Я Юля 508 школа, да? Да Ты же Денис У тебя другой Денис Да Костя, ну подожди, дай вот это я Да я не мешаю Сейчас я Это себе Ох, ты таким большим человеком стал Да Офигеть, я тебя по телевизору видела Ну подожди ты, Костя, ну я вообще помню Мы очень много внимания все привлекаем, что тут много народа Извините, пожалуйста Давайте мы потом еще переговорим Сейчас скажу, а ты на одноклассниках зафестрируешь? Нет Я там столько наших нашла Даже самую приятную встречу с бывшей одноклассницей может испортить присутствие ревнивого мужа Тем более, что это наша работа Ну вот как вот ветеренностью самоучил Пойдем уже Оль, вот вы же на такому человеку Вот скажите, нужно так? Вот не подойти никуда Все, все Все Вы что-то делали? Ну ладно, а хочешь это телефон у нас там? Ты позвонишь или за что? Ну нет, я думаю, что он Я очень мало в городе бываю Да это Денис, мы в школе учились А забыл в классе учились? Я скажу, что Денис учились Это друг тоже Денис был, да? Это вы ее смс-ками закидали? Да Ты что, подожди Иногда все-таки лучше, чтобы мечты оставались мечтами А то можно испортить себе не только настроение, но и аппетит Денис Геннадьевич, тщательно изучив меню, заказал себе салат Что это? Вместо которого наш человек принес ему свинину Точно не моя свинина Точно не моя свинина Медальончики Не может быть Все что угодно только не свинина Я заказывал рульку теляющую, но вы сказали, что ее нет Сначала вы заказали рульку, а потом вы, когда вы, девушке, говорили, что вы заказываете медальонные свинины с кремовым кремовым соусом Девушка, это совершенно исключено, я не ем свинину Это просто исключено А кто меня спрашивал? Я просто сказал, не надо, тогда один салат Я стояла, но вы слышали, что вы любите салат Помните, я вам сказал, теплый салат без бекона? Да Потому что я не ем свинину Я не могу есть медальончик из свинины Лучше? Включите их в цену, но не надо Нет, давайте У официантки выдался сегодня нелегкий день Вы мне просто сказали, может, вы возьмете мясо? Я говорю, нет, спасибо, только вы меня спрашивали А ничего страшного, вы без проблем, у вас все недорого, вы в цену включите, чтобы девушку... Дорогой Денис Геннадьевич, с днем рождения! Не обижайтесь на нас, мы вас разыграли Мы просто актеры С праздником! С праздником! Студенчество Прекрасная пора, когда яблоко можно было разделить на 64 дольки И жизнь на 100 рублей в месяц не казалась такой уж бедной Пьянящая свобода манила к неизведанным берегам бурного океана жизни Студент Возвращаясь с дачи, Денис Геннадьевич с семьей решили посмотреть ресторан для будущего дня рождения В это же время со студентом 2-го курса сельскохозяйственной академии имени Мичурина случился казус Проще говоря, его обобрали До нитки По нашему сценарию студент просил помощи у посетителей ресторана Их встреча была неизбежна Однако, его поведение показалось неадекватным Профессиональным границем У меня все, вообще все На две секунды Ну, пожалуйста, ну послушайте меня, я вас очень прошу Денис, что случилось? Денис, что случилось? А что вы сразу там? Денис, вообще люди в этой стране, хоть кто-нибудь А что случилось? Да я не могу, мне все забрали, все забрали, вообще все Студент продолжал просить о помощи И помощь не заставила себя Так вам чем помощь? На такси? Нет, не, не, отвезите домой Ну, конечно, я вас повезу домой Сейчас такси подъедете Нет, мы приехали пообедать Такси, бля, за вашей машиной приедете А мы денег вам Да понятно, вам помочь на такси доехать до дома Разобравшись, в чем проблема нашего бедолаги Денис Геннадьевич, словно чувствуя какой-то подвох Ушел со студентом из поля видимости наших камер Где и дал ему тысячи рублей на такси Чтобы добраться до города Заработав за 20 минут три стипендии Довольный студент оделся в своей машине И поехал обедать в соседний ресторан Но это уже совсем другая история Денис Геннадьевич, большое вам спасибо Я прекрасно доехал до дома Без таких людей, как вы, наверное Наша страна давным-давно превратилась бы в бардак С днем рождения! Это был розыгрыш Вы прекрасный человек, дай бог вам счастья и здоровья Интервью дело ответственное И каждый готовится к этому событию по-своему Кто-то репетирует ответы стоя перед зеркалом Кто-то заучивает их наизусть И лишь немногие действуют по ситуации Интервью Пишем? Да Я не уверен, что качество пения поможет нашей команде выигрывать Поможет, поможет Но сделаю для команды почти все что угодно Даже спою гимну Давайте я тогда возьму на себя второй куплет Давайте, конечно Если тебе нелегко Будешь ты от дома далеко Мы с тобой, Зенит Мы с тобой всегда Ты не будешь один никогда Кстати, это правда Это было потрясающее интервью Огромное спасибо Удачи С днем рождения Это был розыгрыш Город над вольной небой Где олеют за зенит родной Слушай, Ленинград Я тебе спою Задушевную песню свою Задушевную песню Задушевную песню Задушевную песню Задушевную песню